всем привет смотрите какой красивый замок сзади меня я нахожусь альцинау у меня здесь и сегодня термин в общем я здесь не по делам и ну пришла немножко приехала немножко раньше и решила немножечко здесь а в центре погулять чем на улице сегодня ну пасмурно дождик моросил ну здесь вальцинау тоже походу дождик моросил потому что но дорожки все мокрые есть речка рядом течет я короче здесь сама еще не раз опять короче мне кто-то написал в комментариях что слова короче в общем короче друзья здесь рядом речка течет я сейчас покажу как называется конечно не знаю эти колокола бьет смотрите какое красивое старинное здание какой-то замок не знаю что это за замок не знаю что это за здание там виноградники растут да вот это виноградники растут о солнышко выглянуло в общем погода налаживается в общем сейчас я еще полчаса здесь погуляю кстати насчет моего блюда с овощами с фруктами которые те вчера днем потеряла в общем возмущалась я целый день короче мне бог заказал слушать все все по порядку в общем я же съездила закупилась все выкинула конфеты которые у меня лежали в другом в другом в другом не блюдо в другой шале тоже у меня на этой же барной стойке стояла потом все я положила туда все свои мандарины киви бананы что я там вчера купила ну и чё вечером решила разобрать но посудомоечную машину потому хорошо что мы уже не позвонила они не так было сейчас прежде чем нет прежде чем я решила положить все фрукты но в другую посуду скажем так другое блюдо я же выкинула все эти конфеты думаю но сейчас я помою как раз это шаля ленту я думаю то блюдо тушали очень короче не знаю 8 это короче вы меня поняли ну и чё пока мыло стала вытирать полотенцем она такая тяжелая это чашка ну чё я же и уронила чтобы я в дребезги разбилась я еще говорю хорошо что она у меня упала на ковер там что-то режут это громко сейчас будет а хорошо что она у меня упала на ковер в общем она у меня не разлетелась по всей кухне пришел сын говорит мне еще разбила но теперь папа не будет виноват и я говорю ну да папа будет теперь все равно виноват и потому что если бы то блюдо в которые лежали всегда овощи фрукты было бы на месте я бы это конфеты бы не выбрасывала это был блюдо не мыло и она бы у меня разбилась так что папа по-любому виноват что вы думаете здесь я открываю свою посудомоечную машину чтобы разобрать нет я видела что муж ее с утра включил чтоб она помылась если разбираю свою посудомоечную машину открываю посудомоечную машину ну чё вы думаете это блюдо из-под овощей лежит посудомоечной машине и прекрасно моется там помылась я когда все фрукты кончились я это я это блюдо помыла и поставил он мне чистая там стояла я не знаю зачем он еще взял его и стал его еще раз смыть в общем короче мужу я вчера ничего не сказала думаю это сейчас начну возмущаться он мне скажет надо было с утра разобрать посудомоечную машину все бы нашла и не надо было тебе бы другую чашку освобождать для фруктов а то многие мне написали ну как это хорошо что посуда бьется мы же новое что-то купить я теперь конечно все равно буду что-нибудь новенькое смотреть но одну ты я же все-таки сама тебе разбить а теперь сама виновата зато пропылесосила все кухню пропылесосил знаете нет ухода без добра в зале пропылесосила в коридоре пропылесосила короче была такая еще потом не запланирована уборочка сегодня вот хожу гуляю сейчас погуляю еще немножечко здесь сейчас покажу вам окрестности здесь очень очень красиво я иду здесь по какой-то дорожке хоть бы не заблудиться я никуда сворачивать не буду то я вообще по местности плохо ориентируюсь мне надо конкретно все запоминать что куда я завернула знаете у меня был случай такой в монхайме там есть такое как сказать штат таль но место в городе называется квадраты и когда я туда первый раз попала в общем короче это катастрофа это нужно понять как это все устроено и в общем я тогда узнавала что я там дело я узнавала по-моему я искала тогда квартиру на тот момент и мне нужно было в к в одном в иммобилин короче сходить до какие-то иммобилин в общем я припарковала машину запомнила конкретно где ее припарковала там все это там название домов да такое к например к 7к зибан там куцвай всякие такие названия но я так это адреса тут дома так так пронумеровано 8 я запомнила дом но еще сходила на термин в иммобилин там не спортивы отказали так как я сказала что я переезжаю только с дочкой а на тот момент нет я работала на тот момент на зарплату у меня была короче не сильно большая но я работала на базис здесь у нас в деревне ну в баварии они мне сказали а как вы будете типа работать я гону я здесь работу найду несколько что-то вы мудрите вы наверное специально хотите по мужа по мужа карту по мужа ну типа на зарплату мужа у нас такие бумажки а про их ноги называются но которые дают после каждый месяц кто сколько заработал ну и в общем он мне говорит наверно специально хотите по бумагам уже получить здесь квартиру ночью короче говоря не дали мне тогда квартиру он сказал что то здесь они так его господа вы понимаете гуман с ребенком здесь просто собираемся заниматься фигурным катанием и за исход мы из-за спорта сюда переезжаю нет все равно здесь что-то не то я была одна не то не то очень я в другом месте нашла мне там никто не цеплялся ни за какие бумажки не бумажки я все равно все предоставляла зарплате и все такое но но и тем более что когда мы переехали в манхайм я сразу же нашла работу и по любому квартиру оплачу в общем я все счета плачу всегда все вовремя но в общем я вышла с этого учреждения вроде все точно так же шла как и шла туда дошла до этого дома где оставила машину смотрю машину нету этого блин ну наверно все равно что тоже не так должна фасима тут где-то стоять 8 я пока этот дом три раза не обошла этот вот квадрат ну да что за ерунда ну вот все этот дом машины нету потом так случайно поворачиваюсь другу стою смотрю башки вы знаете как и обратно больше мы наконец-то нашла свою машину сейчас я вам покажу это речка тут такой водопады был красивый где-то сейчас я покажу немножечко природу а то по моему мне вчера одна девушка я так поняла что наверное она с украины потому что она мне на своем языке написала так я дословно я конечно не пойму ну короче говоря понять можно что она написала в общем она хотела попросила меня показать нашу природу природа здесь конечно в германии очень красиво сейчас я вам по снимаю немножко природа вот смотрите этот замок теперь только немножко с другого ракурса там что-то эти старые стены и что-то там более новое там достроена или отреставрирована по крайней мере ну красиво не знаю что на этой горе надо у мужа спросить у нас и здесь все знает смотрите здесь а такая река красивая видите как водопадик небольшой шумит причем у нас уже такая красивая осень наверно река это будет у меня потом в ролике шуметь ну ничего это же красиво это же природа правда же очень красиво на велосипедах люди катаются и я здесь и гуляю жду свое время я здесь и это жизнь и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень красиво И виноградники, смотрите, как растут с этой стороны А вот смотрите, какая церковь здесь красивая стоит В общем, время уже без 10.12 Скоро я уже пойду Видите, тут просто наставили вот эти вот вагончики Здесь, я же сказала, здесь какой-то базарчик Сегодня А церковь очень красивая Это в городе Альценау Видите, цветочки такие продают красивые В общем, я не знаю, вот такой, что ли, 1-2.50 стоит Если он такой стоит, но так недорого, то я бы его купила В общем, потом, когда домой пойду Нужно будет спросить В общем, мне вот этот очень нравится И вот такая вот серебристая травка тоже красивая И вот эти вот крест розы Красивые, они зимой цветут прямо из-под снега Я вам как-то уже показывала в своих начальных видео У меня такой есть цветок Очень красивая Надо посмотреть, у меня там еще бутончики не набрали Во дворе у меня тоже есть такой цветок Вот это вот такая прелесть красивая Очень красивые цветочки здесь Прям красота, красота А вот это что за вишенки? Вот этого я даже не видела Я точно не знаю, что это такое Это такие штанги У меня такое впечатление, что это одну сейчас усетываем Это такие или боярышник Или маленькие эти ранетки Не знаю, что посмотрю Смотрите, друзья, я купила себе этот цветочек Короче, мне он понравился Сейчас дома его себе посажу Вот здесь припарковала машину Здесь можно стоять только час Но я уже готова Я как раз уложилась в свое время Так что Все нормально Сейчас Поеду домой Все Поехала я домой Смотрите, друзья Я себе купила этот цветок Сейчас Покажу У меня цветок Я не знаю, что это за растение такое С этими красными ягодками В общем, я, конечно, не знаю Как они будут дальше расти Но это для улицы Я себе на улицу сейчас посажу Три ойра он стоил Заплатила я три ойра за него Ну все Поехали домой Приехала я домой Соня меня ждет Сабрина там видео какое-то снимает Ну я знаю, конечно, какое Суань Суань Ку-ку Иди меня встречай Давай Друзья, я вот в этот горшок хочу посадить Смотрите, как смотрится мой Кранец на двери Вот этот цветочек Вот сюда посажу Знаете, смотрите, как красиво будет Ой, так и оставлю здесь Потом буду сажать Смотрите, друзья Я чищу здесь камин У нас сегодня так Ветрено Дождик на улице моросит С утра было еще Временами солнышко выглядело Ну это вот когда я Вальцинал была Там было как-то солнышко У нас здесь короче дождик Ну не то, что он идет Моросит, но и так мерзко Смотрите, здесь такая решеточка Я ее поставлю сюда На стороночку Сейчас я вот это все Мы деревом толпим, да? Дровами Сейчас я вот это вот все Вот туда Вовнутрь Смету Смету Здесь вот такой вот контейнер Здесь сюда попадает вся зова В общем, я ее еще сюда аккуратненько Ведро Обратно поставлю Положу эту решетку На место И теперь мне нужно будет Еще почистить стекло Видите, какое стекло Грязное Привет! Стекло грязное Я сейчас Сначала Здесь стекло Потом Те следы, которые Не отмываются Вот По краям Просто берете Вот от золой Вот от этой раз Видите, тогда вот эти все края Хорошо Оттираются Не знаю, видно? Наверное Этому Меня так однонемко молчило В общем Я с ней работала Очень долгое время И она мне Подсказала, что Всегда раньше так чистили Камины Что просто Вот эти вот Золу Которые Плохо Отходят От стекла Вот так вот Видите, какой Чистенький Стекло Станавливается Все Видите, как Видите, как я быстренько Справляюсь с камином Камера у меня кривая Как-то стоит Сейчас Принесу дровишки Соня уже ждет В предвкушении Да, Соня? Я уже прям Вот так уши подняла Ждет, когда я каминчик затоплю Тогда уже сейчас Кто-то будет наслаждаться Все Камин почищен Сейчас я только дровишки Теперь принесу Положу И мы с вами Зажгем каминчик Все Я в общем Принесла Дровишки Для того, чтобы Быстро Разгорелся камин Мы ложим Вот такой вот Ну, сухой Спирт Я сначала Такие Тоненькие Реечки Деревяшечки Реечки Ложу Ну, чтобы они Быстрее разгорелись А потом Когда хорошо разгорится Уже такие По По Кончик Брёнышки Все Я зажгу Все Видно? Все И Протру сейчас Здесь камин У меня уж Конечно Вначале Протирают А потом Поджигает Я имею в виду В принципе Разницы Никакой И здесь Немножечко Поломокого Камина Где-нибудь Зала Немножко Попало Вот эту штучку Открываю Для волоса Хорошо Заходило Все Все Сейчас Сонечке Подушку Соня Ты уже видишь Пошли сюда Пошли Соня Пошли Я тебе Подушечку Положу Поближе Идет Ой Да ладно Тянуться Пошли Пошли Мы хорошие Пошли У тебя Моя сладкая У тебя Моя хорошая Пришла Дима Хорошая А на каминчик У нас Людин Я тебе Затопила У тебя Моя хорошая Кину Сладко Да Подушечку Поближе Греться Будем Да А я Себе Сейчас К диванчику Свечки Поближе Зажгу И тоже Будет Уютненько Да Соня Все Подушечку В общем Смотрите Вот так вот Я посадила Вот так вот Выглядит В общем Как называется Этот Кустарничек Я не знаю Но там На горшке Цветочном Вроде Что-то написано Как он Называется Если кому Интересно Пишите В комментариях Я посмотрю Напишу Название Этого Кустарника В общем Вот этот Вот цветок Я тогда еще По весне Сажала Но у нас Уже были Морозы И он Не замерз Я так понимаю Что значит Он Морозостойкий В общем Короче Я не знаю Но если Он у меня Пропадет Я просто Напросто Новый Посажу Вырву Но он Так красивый У него Так эти Ветки В разные Стороны Смотрите В разные Стороны Так Вниз Свисает Мне нравится В общем Вот он Мой Кранец Хорошо смотрится Да Правда В общем Мне Карина Вчера Говорит Где ты Купила Такой Кранец Я говорю В Лидоле За 7 Она говорит Вот блин Я была В Лидоле Я не посмотрела Ну У них В Лидоле Что там Было Я говорю Ну и что там Их много Было Еще Успеешь Себе Купить Ну все В общем Короче говоря Я пошла Домой Холодно У нас Сегодня Ну все В общем Сейчас я Уберу Метелочку Я там Подметала Венчик И поливала Этот цветочек Сейчас В общем Я это все Уберу И пойду Наверное Сейчас сегодня Чебуреки Сделаю Что-то Я такая Вся Растрепанная Чебуреки Сделаю На обед Не на обед На ужин Обед уже Прошел Кофта У меня Что-то Ну я так По-быстрому Знаете Накинула Чтобы на улицу Выйти Цветочек Посадить Сейчас Быстренько Сделаю Чебуреки И Наверное Уже Все Соня Там Смотрю Лежит Она там Греется Около Каминчика В общем Муж Еще не Выкинул Это То Мое Большое Другое Блюдо Вчера Которое Разлетелось На мелкие Кусочки Сын Сказал Что это Меня Бог Наказал Смотрите Только я Недавно Убирала Здесь Все Опять Все В листьях Все Везде В листьях На деревьях Еще Много Листьев Так что А то Шали Которое Я вчера Искала Я его Нашла В посудомоечной Машине Ну вот А это Вот Шали Мое То Которое Я вчера Искала Помылась Я хорошо В посудомоечной Машине А то Зато Я разбила Теперь Решила Сегодня Сделать Чебуреки И Первый раз Сделаю С такого В общем Тесто Сделала На горячей Воде В общем Не знаю Как получится Но тесто Получилось Хорошее Как Это Будет Но Какой Оно На вкус Я еще Не пробовала В общем Я делаю Вот так Чебуреки И Отправляю Решается Вот такой У меня Фарш В общем В чебуреке Нужно Очень Много Лука Я тут Уже Пока Резала Лук Уже Поплакала В общем Я сначала Вот так Вот Их Заклеиваю Потом Вот так Вот Вилочку Еще И дальше Ну что там У меня У меня Так Продолжаем. В общем, здесь я уже нажарила, вот немножечко. В общем, вот такие они у меня получаются. Специально положила на такое полотенце бумажное, ну, чтобы жир весь, ну, тут, в принципе, они не очень сильно жирные. Ну, лишний жир, чтобы впитал. Все, и потом на обед свежий салатик, сладкий чай и чебуреки. Сегодня мы вот так покушаем. Ну, вот такие вот чебуреки у меня получаются. Я уже попробовала тесто, очень хорошее. Запишу себе куда-нибудь на заметку, что, ну, в общем, я горячей водой. В общем, вода у меня не кипела, где-то приблизительно была 70 градусов. И у меня хорошее тесто получилось. Ну, в общем, на вкус очень хорошее, мне очень понравилось. Следующая партия жарится. У меня тут, как всегда, вся плита забрызгана. Здесь у меня уже готовенькие. И у меня осталось немножечко фарша. Но я так думаю, что я на вечер еще потом немножко теста сделаю и свеженьких, горяченьких дожарю.